Всем большой привет из Харькова, из Черкасской Лозовой. Вот хочу вам рассказать, как я месяц назад почти, а может и не месяц, а плюс-минус где-то я выставила часть своих комнатных цветочков на улицу, чтобы они немножко подышали воздухом, чтобы им попало немножко солнышко. У меня в доме очень маленькие окна, солнца не хватает и даже южные окна, они закрыты елочкой. А вот этот цветочек алоэ, который у меня хорошо разросся за три года, я тоже выставила на то же место, где остальные цветы стоят, но почему-то солнце на него очень сильно подействовало и листики пожелтели. Я его занесла на веранду. Это фикус бенджамина, тоже я его резко не стала выставлять, ведь я его только несколько дней назад вынесла из дома, а те цветы у меня уже почти месяц стоят, они как бы акклиматизировались. Это сансеверия, вот она такая большая выросла, ее надо рассадить и добавить земли и вот управлюсь с огородними делами и займусь тогда этим. Кошечка моя Ксюша вот отдыхает на столе, на веранде, поют петухи вот за забором, но вам плохо слышно, потому что я уменьшила звук и самого видео и озвучиваю с микрофона, чтобы все было хорошо слышно. Иногда ветер забивает звук тоже и приходится озвучивать с микрофона. А вот этот фикус бенджамина, он я сплела в косичку. Там два сорта одинаковых с белыми полосочками и один сорт с темным листиком. И я сплела в косичку, вот видите стволики. Это обычный фикус бенджамина и это собачка моя, дульсинея, тоже следит за съемками, правильно я все говорю или нет. И вот здесь вот еще стоит, я забыла как называется, ну его называют в народе молочаем, А слева это кактус опунция, такая вот с длинными члениками, она вырастает, очень красивая вообще. И за ней стоит фикус обычный с большим листиком, только лист цветной. Там и розовая, такой молочного цвета, салатная, зеленая. Сейчас просто яркое солнце и отсвечивает, и плохо видна расцветка. Вообще очень красивый вот этот фикус. И внизу там вот сейчас мы увидим, это у меня стоит сейчас вот где елочка ниже, вот в двух горшочках с длинными листиками, это агапантус стоит. Оно у нас как комнатное растение, а на юге там где не бывает зимы, оно растет на улице. И только что я заметила, уже хотела отойти отсюда, а потом пришлось вернуться. Я заметила, что вот эти мои кактусики, вот это мне внучка оставила, когда она уезжала с мамой за границу, вот оставила вот эти вот кактусы. Они подросли и выпустили бутончики, вот пока постояли на улице. Вот видите, месяц назад этих бутончиков еще не было. Это я впервые увижу, как они цветут. Вообще кактусами, ну я как, я не увлекаюсь, я их люблю, но не то, чтобы я там увлекалась. И я забываю их название. Я вот знаю только одну опунцию, потому что опунция у меня и в доме растет, и уличная есть, которая зимует на улице, опунция. Вот этот кактус мне соседка подарила. Он очень хорошо размножается, дает деток и дает вот такие бутончики, но они почему-то ни разу не распускались. Вот так повисят, повисят и опадают. Может это так и должно быть, я не знаю. Это может такая порода кактуса. Вот этот мне нравится очень с темным листом кактус. Покупала я их очень крошечными, маленькими в магазине, уцененные. В маленьких горшочках. И вот высадила на улицу, прямо в землю, калачики, герань. Здесь вот 2 или 3 герани, или даже больше, по-моему. Махровые все одинаковые, 4 по-моему. Все одинаковые, они как розочки. Вот этот цветочек уже он отсвелся, закрывается, поэтому вид не очень. А так они как розочки, очень красивые. И этот как огонек, тоже мне очень нравится. Здесь цветочки крупные в соцветиях. И они такие красные, оранжево-красные. Вообще прелесть. Но кустики молоденькие. Они укорененные у меня были вот с осени. Тоже у дочки оторвало череночки. А большой куст остался зимовать на улице. И череночки укоренились вот за зиму. И вот такие молоденькие кустики получились. А эта орхидея стоит у меня на окошке, мимо которого я прохожу. Я хочу подойти к пруду, чтобы вам что-то показать возле пруда. И вот еще рядом с орхидеей стоят два декабриста. Они цвели у меня очень пышно, хоть они и маленькие. Такие вот орхидеи. У меня было всего лишь две. Одна дочки на желтенькое, которую я подарила. Одной женщине с ютуба. А вторая белая осталась у меня. Вообще-то я люблю цветы, которые имеют запах. Орхидеи как-то меня не очень привлекают. И нравится мне еще растение, чтобы у них была и красивая листва тоже. Я даже люблю растения, которые не цветут. Ну вот на подобии фикусов. Хотя бы взять фикусы. Вот прекрасное растение. Орхидея вот кажется мне каким-то неживым цветком. И листвы у нее мало. А из уличных растений тоже мне не нравятся цветы, которые не имеют запаха. Вот например гладиолусы. Вот красивый цветок. А мне он кажется как бы мертвым. И то же самое канны. Канны я люблю благодаря их красивой листве. Потом еще очень нравятся мне георгины. Хотя они тоже не имеют запаха. Но у них запах все-таки есть. Вот свой какой-то специфический такой терпкий запах. И поэтому они у меня не на последнем месте. Это моя орхидея изнутри дома. Вот я ее показываю, снимаю из комнаты. А в это окошко вот виден мой огород с ирисами. Сейчас начинают цвести. Не начинают, а уже начали. Уже цветут ранние сорта ирисов. А поздние и средние еще не начинали цвести. Поэтому кажется, что цветов мало. Что как бы пустой у меня огород. Ну и еще все цветы у меня в прошлом году. Ирисы я имею ввиду. Были рассажены. Почти все грядки. И деточки маленькие рассажены. Все. И поэтому цветение в этом году не такое пышное, как обычно бывает. Красивая все-таки орхидея. Но не пахнет. И сейчас я направляюсь к пруду. Чтобы показать вам еще какие растения. Они у нас могут зимой расти только в комнате. Это цитрусовые деревца, которые я вырастила из косточек. Они еще ни разу не цвели. Мандарин и цитрончик. И поставила я их возле пруда. Ну, чтобы легко было поливать. Земля пересыхает. А из пруда набрал водичку и полил. И эта вода очень питательная. Которая в пруде. Здесь растворено очень много питательных веществ. Микроэлементов. Вот. И я поставила... Ну, для украшения берега. Хотя оно не очень к месту возле пруда может быть. Ну, и чтобы немножко тень была рыбкам. Так как растения остальные еще не разрослись. И пруд, если он на солнцепеке находится, он больше зацветает вода в нем. Скоро будут свистеть мои нимфейки. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. И до следующей встречи в новом видео. С вами была Тала Куфрянская. Тала Куфрянская.